всем привет привет вы на канале дневник натали сегодня видео друзья делимся с вами рецептом приготовление крылышек по-тайски в кунжуте очень вкусный рецепт пальчики просто оближешь кто еще так готовит пишите в комментариях а кто еще не пробовал обязательно попробуйте приготовьте это очень нежные крылышки которые съедаются просто в один миг и так мы начинаем а вы смотрите это значит у нас в первую очередь это крылышки сами ну неважно производитель чей потом у нас крыльем идет понятно дело там ну что что понадобится для маринада это то есть перец обычные черный соль перец перец соль и так далее все это для того что для того чтобы изначально замариновать можно еще соевый соус вот у нас немножко подлить маринад ну и соответственно крылья нужно разделать а потом уже сам соль готовить я потом расскажу там пропорции нину не такого ничего сложного нет там все по столовой ложке приблизительно для того чтобы смазать уже заказки вот открыли ну вот ведь они уже вот бесконечных фаланг которые перьевые это как бы и хорошо потому что для крылья еще обязательно разделывают вот в этом месте нахожу кость вот я вот так вот это дело обязательно отрезаю и вот так вот разрезаем такие кусочки вот так вот обязательно крыло целиком мне вообще хочется есть вот таким вот образом нужно найти вот это место и разрезать до прям по суставчику ничего сложного в этом нет ну так проделать соответственно со всеми так что можно ставить на паузу покажем остальные процессы не переключайтесь ну вот ну принципе справились задачей разделки у нас такой получился объем соли здесь мы трудно угадать прям конкретную пропорцию но плюс минус там вот как у меня знакомый говорит одна тридцатая жмени это у нас морская соль и она мелко она мелко да не особо сможет быть даже соленая как казалось бы венца при перчим это чисто для аромату для того чтобы хоть что-то при перчет ваша основной остроту даст нам чили вот мы все в принципе она еще его соус еще нам может добавить кстати вот еще вам один лайфхак для того чтобы не выливать сразу большие порции вот эту крышечку вы не так вот можно вставить его туда зацепить за те вот зубчики и закрыть вот эту вот это отверстие вот таким образом и потом когда льешь то есть она регулирует вот так вот и она не вытекает все можно нажав добавить нужно объем оставил маленькие просвет и все остальное вот это вот дело теперь можно вот так вот перемять пусть она теперь пропитывается вкусами ну и обычно дело минут 15 20 пока там что-то вводится с соусом с чем-то еще она как раз мариноваться духовка там разогревается ну и так далее все это процессы все давайте запускаем духовку готовим соус потом будем готовить соус и запись включимся мы снова короче в кадре и так мы готовим соус все внимание сюда сейчас все пропорции пропорции все простые все приблизительно почти все по столовой ложке то есть начинаем соуса терияки у нас хорошего густой терияки кстати рекомендую это очень вот именно пресс его в том что он такой густой тягучий вот это классный соус в общем потом мы добавляем соевого соуса также ложку может даже на полторы плюс-минус чтобы больше жидкости было теперь мы добавляем кетчуп тили но у меня он такой чили жгучий я думаю что я не знаю сколько и насколько это прям лучше ну такой да нормально нормально ложки более чем сейчас потому что еще мед обязательно горчица у нас заходит сюда горчицы немного картицера возьмем чайную вот так буквально с горочкой вот пока вот так потом что у нас обычный кетчуп сюда должен зайти ну где-то тоже получила столовая ложка ну сейчас мы доводим это все до однородной массы видите да какой получать цвет такой у меня я обязательно всегда пробую потому что мне по остроте очень важно а еще и присаливаю обязательно там соль и соль по-любому нужна и обязательно меда вот столовая я думаю что тут столовая ложка как раз она и есть и все теперь вмешиваем в мед это должно быть сладко но при этом должен быть послевкусие остроты острота чувствоваться сразу не должно в этом вся прелесть этого соуса он тогда подпекается вот благодаря меду он дает такую глазурную корочку создают ну туда довели до однородной массы вот он ведь такой такая консистенция получается и не жидкая и не густая в принципе да или жидкая сметана не загадка с чем-то сравнить ну в общем и все и обязательно нужно снять трубу вах да и карчица чувствуется хорошо и острота и сладость все в том целом и потом это еще обязательно пришли кунжутом и она даст свою изюминку ну в принципе вот все соус готов духовка если разогрелась мы сейчас будем все выкладывать запекать и потом в процессе подмазывать это уже в конце запекания итак мы начинаем процесс выкладки вот эти вот видите вот такие части выкладываю вот так вот сначала вот так положить вверх вверх внутренней частью я выкладываю а пергамент не надо ничем смазывать да да я думаю не то сейчас мочится сам по себе можно было простительно маслом презентовать брызгай я могу делать просто это не принципиально абсолютно вот эти вот штуки вот так разложу внутренностями в наружу что поплотнее да да ну что поплотнее странный кусок может быть маленький какой-то вот так вот а потом когда переверну то есть по факту по концовке она должна быть в том виде когда при хрусте хрустеть будет так урочка прижали прижариваться будем еще переворачивать да конечно обязательно обязательно мясо не должно просто быть в одном положении мясо любое мясо в любом моменте если это не какой-то там не пакет для запекания нужно переворачивать обязательно но тогда будет иметь но есть понятно что машина смазываем эти вот штучки таким образом сейчас плотненько все разложится вот таком состоянии мы в принципе отправляем духовку когда подпечется до как будто до половины скажем кондиции мы спокойно это все дело сможем соусом потом еще подпечем и перевернем и ну короче все процессы мы дальше покажем доводим троечку до процесс пошел вот у нас я так просто выставила полтора часа сейчас 29 да ну посмотрим за камерами 40 минут за головой просто так взяли на бум лазаря поставили температуру все ждем так ну что будем переворачивать да да наталья романова занята мы сейчас ух красота сейчас секунду пара пара отойдет от экрана переворачивать только пинцета нет плохо конечно щипцов нет приходится на секции где то есть но их искать надо короче мы переворачиваем сначала сюда вот такого степени прижаркой наверх сейчас будем это дело промазывать еще раз соусом чтобы соус закарамелизовался вот это 10 минут назад я один раз раскрывал вопрос этот процесс не я же чем не снимали да зато струнулся до горячего металла такой процесс такой трудоем да с такими вещами да обычно пинцетом быстро вас расчип сами гораздо быстрее здесь мыть сколько там сок у нас собрался весь одна сторона зажаристая другая сторона лысая все стекает в одну сторону но пахнет хорошо ничего еще вы тоже курица курица по-тайски вот так вот в походных условиях готовим курицу по тайски везде ремонт и разруха зато духовка как полагается ремонт приходит и уходит окушать хочется всегда а теперь вот наши красавчик соус ну как то так все получается видите намазано красиво потом закарамелизуется поджарится и будет бомба-бомба так ну вот видите все помазали приготовили забирает пошло как говорится в горно ну теперь минут 10 и за стол ждем дополнительный штришок ух пар опять пошел красиво сейчас сделаем небольшую красоту как ни как тайская кухня куда ж она без кунжут кунжут не обжаривали на сковородке сразу с пасечки красиво он припечется и будет красота красота тра-та-та открываю закрючители алимин тут это дым из курица резкость резкость есть красотища ребята теперь это нужно перекладывать так сейчас сейчас ой как красиво смотрится кунжут конечно свое дело знает вот смотрите очень легко отходит ничего не прижарилась чем пергамент пергамент это очень хорошо вот так на тарелочке и все мы сейчас оформим наш стол подачу и все вам покажем сейчас попробуем все скажем а горячо вот так положить несколько кусочков сразу остывали я пить хочу самая кто за вас друзья да у mão и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»